Так точно. Итак, всем добрый вечер, Азеев Рубинс. У нас Песах на носу, поэтому я задумал сделать два урока перед Песахом, которые, конечно, связаны с Песахом, но, естественно, связаны с сегодняшней актуальной. Естественно, да, то есть это такое классическое раввинское искусство. И тема, которую выбрал, да, значит, причины египетского рабства, да, то есть как самая еврейская традиция рассматривает, в чем была причина, да. И вопрос, который мы сейчас спрашиваем, ну, если что-то плохо, значит, возможно, люди согрешили. И это вот, понятно, в контексте сегодняшней войны, да, вот война, которая идет в Украине, ну, значит, наверное, там украинцы виноваты, не дай бог, да. Все мы помним в начале войны голосы разных людей, я называю их лжепророками, которые рассказывали, это потому, что были погром Богдана Хмельницкого, да, значит, в 1648-1949 году, не прошло и 300 лет, 400, как бах, и вот Всевышний, вот, так сказать, установил справедливость, да, полный, значит, бред Всевайка был. И, тем не менее, опять-таки, утверждение рассмотреть нужно, да, поэтому, опять-таки, мы вернемся к этому вопросу, который поставил в начале, поэтому, да, значит, рассмотрим, да, вот евреи были в Египте, были в рабстве, им было плохо, они страдали, там, мальчиков кидали в Нил, не все время, но, тем не менее. За что? Почему? Да, за что сегодня простые люди на Украине страдают? Итак, посмотрим. Наши мудрецы говорили очень интересную мысль, что, возможно, причина, значит, страданий, и чтобы понять причину страданий в Египте, нужно осмотреть страдания Йова. Как известный классический пример человека, который страдал непонятно за что, это Йов, книга Йова, да, его, значит, друзья там разные уговаривают, ты согрешил так, ты согрешил эдак, там у него три друга, на самом деле четыре, четвертый там появляется во второй части книги, неожиданно, он там все время сидел и молчал, очень не по-еврейски. Все они его уговаривают, что он как-то согрешил, он, нет, он не принимает все это. Всевышний в итоге принимает позицию Йова, да, говорит, не так правильно говорили вы, дружки, друзья, как Йов про меня, тем не менее, несомненно, у Йова была проблема. Вопрос какая? И опять это страдание Йова, зря он страдал, за что, почему, тем не менее, опять-таки утверждается, что Йов жил очень долго, есть большой спор, когда он жил, есть масса версий, так вот, значит, возьмем одну версию, которая методически хороша для нашего урока, значит, по мнению, значит, которая прописана в Талмуде Бава Батра, страница 16, лист 1, значит, дней жизни Йова, в сущности, поколения, когда он жил, это с часа, когда Израиль вошел в Египет и до часа, когда вышел. Окей, то есть одно из мнений Талмуда говорит, что Йов жил все время египетского изгнания. Обратите внимание, египетское изгнание не тождественное египетскому рабству. Мы сейчас будем про это говорить. Египетское изгнание – это все время, когда евреи жили в Египте. И сиртуальная цифра 400 лет – это то, что Бог говорит Авраму. Тем не менее, фактически жили 210 лет. Это вторая провести напрямую. 400 лет идет от отчета рождения Ицхака. Поэтому, по факту, в Египте жили 210 лет. И мы увидим вскоре, что не все это время это было рабство, а чуть больше половины. Итак, человек 210 лет, окей, сегодня нет, но раньше тогда экология и туда-сюда. Возможно, можно было столько жить. Итак, если мы поймем, вроде как, за что страдал Йов, поймем, за что страдали евреи, или наоборот, за что стали евреи в Египте, тогда и Йов, и, может быть, сегодня. Итак, есть сразу, конечно же, в иудаизме несколько версий, почему, значит, вот евреи страдали в Египте. То есть, это уже фактически ответ про рабство. Во-первых, нужно сказать, что само, значит, египетское рабство длилось 116 лет из 210. Большую часть. Как это, это прописано в книге Садула Амраба, как это считается, значит, по традиции рабство началось с смерти последних сыновей Якова. Последний сын Якова, который жил больше всех, был Леви, он прожил 137 лет, написано в Торе, значит, из которых большую часть жизни, 94 года из своей жизни, из 137, он жил в Египте. Так вот, если мы с 210 вычьем 94, очень просто, 116 – это период рабства. То есть, первое поколение просто изгнание, жить в чужой стране, последнее поколение – рабство, страдания, насилие и так далее. Так вот, тем не менее, несомненно, есть мнение, да, значит, что египетское рабство, страдания – это некое наказание за некие грехи. Мнение номер один – это наказание за продажу Иосифа в рабство и, соответственно, мера за меру. То есть, Иосифа продали в рабство, евреи попали в рабство. Один-один. Значит, мнение второе, его приводит Рамбан Нахманид, тот, который в Барселоне жил, спор Барселоны. Барселонский этот вот, спор 1263 год. Значит, что наказание за египетское рабство – это то, что Авраам спустился в Египет в годы года. Должен был оставаться в Израиле, в Святой Земле. Это мнение Рамбана. Сразу говорю вам, что эти два мнения не центральные в иудаизме. То есть, не определяющие. Во-первых, опять-таки, принято, что основная расплата за грех продажи Иосифа в рабство – это знаменитая сэра Тургер Мархут. Десять величайших раввинов, которые римляне казнили. Мы читаем это в Емки-Фур. Мусафи там раби Акива, с него сдирали кожу живьем. И так далее. Всякие такие ужасы. То есть, про них напрямую им сказал римский император, что нет лучших, чем вы. Значит, наполнил там дворец с сандалиями своими. Это намек, что продали Иосифа за сандалии. Поэтому, значит, традиционное мнение, кто принесет в Талмуды, вся наша традиция, что расплата за продажи Иосифа в рабство – это казнь десяти мудрецов во главе с раби Акивой. Который он, на самом деле, продолжал довольно долго. Это все события, которые мы сегодня, уже в средние века, в литургии объединили в единый текст. Это события, которые происходили полтора года. Одно за другим. Там удавали одного мудреца за другим. Окей. Значит, Рамбан Нахманид, значит, как известно, жил в католической Испании. И потому, что он был кабылист, величайший мудрец, и его не нужно защищать. Тем не менее, опять-таки, несомненно, он знал христианские концепции. Главный христианский подход – все наказание за грехи. Есть третий, значит, пахтуд наших мудрецов из Талмуда Недарим 32, лист 1, которые говорят, что это вот египетское рабство, оно сразу прописано в той, ведь мы читаем, что когда Бог заключается в Рамом Завет мирно рассеченными животными, то там сразу говорится про 400 лет. И также, значит, что евреи попадут в рабство, их будут мучать. Но и те над мучителями я тоже произведу суд. Конец фильма. Итак, у нас есть три, так сказать, версии, которые более-менее, да, говорят, что есть некие грехи, непонятно какие, за которые евреи, значит, страдали в египетском рабстве. Тем не менее, утверждается, что не все так просто. И более того, даже немножко не так или даже совсем не так. Посмотрим. Итак, значит, у нас написано, да, значит, что в Торе в главе Лехлеха не один раз, что Бог обещает Аврааму всю, значит, землю, да, значит, тебе и твое потомство дам ему, дам эту землю. Потом даже появляются границы от Великой реки Нила до реки Ифрат. Все это хорошо. Тем не менее, опять-таки, общее наше понимание, что Авраам был один, и он понимал, что наследование Святой Земли будет задолго после него. То есть акцент «ты и твое потомство» идет на твое потомство, не на Авраама самого. Тем не менее, вы очень удивитесь, был шанс, и немалый, чтобы Авраам сразу при своей жизни унаследовал всю Святую Землю, не дожидаясь потомства. Это написано в Торе напрямую. У нас есть, как известно, война там, да, значит, между четырьмя царями и пятью царями, в рамках которой там есть царь с дома, и, значит, лод, племянник Авраам, попадает в плен. Значит, Авраам выручает своего, из плена своего племянника и побеждает победивших царей. Значит, согласно пониманию наших мудрецов, это момент, когда Авраам мог стать главой Израиля, всей Святой Земли, при том, что он живет один, а там живут всем кнаневских народов. Да, значит, и какие у нас есть доказательства этому концепту? Хитийцы, значит, говорят ему, «Насилу кима табе тухейму». «Президент, Господа, ты среди нас». Ему говорит один из семи народов напрямую. Теперь нужно понимать, что в древности президент – это не так, как сегодня во многих странах президент, такая репрезентативная функция, да, то есть как Израиль, как Германия. Президент – это как в Америке, как в Украине человек, верховная и абсолютная властью. Это то, что имеется в виду в Торе, это то, что имеется в виду в древности. Да, значит, поэтому вот эти вот хитийцы признают, что Авраам, он президент этой земли. Вот они только они. У нас там еще есть такой герой по имени Малки Цедок, если помните. Значит, у нас есть в Грузии, в Армении, и, значит, армяне видят интересно в Малки Цедока своего, значит, древнего прародителя. По-еврейски это Шем, сын Ноха, но армяне считают, что он, значит, их предок. Очень интересная версия, достойная внимания. Итак, получается, да, значит, что, если посмотрите на благословение Малки Цедока, то он более-менее говорит то же самое, что ты тут главный среди нас, ни более, ни менее. И что получается, что Авраам и его потомство, они главы Святой Земли, они устанавливают путь Господа делать справедливость, суд, ровно как написано в Торе. А все, значит, эти народы, которые там, они более-менее слушаются, более-менее. Хороший вопрос. Самое интересное, что Авраам отказывается от этой возможности. То есть мы видим это в диалоге с царем Содомом. Да, царь с дома выходит, значит, предлагает тоже более-менее Аврааму, так сказать, быть главным, так как он победитель. В древнем мире все очень просто. Победитель берет все, да. Значит, поэтому просит там получить свою долю обратно. Да, значит, тем не менее и Авраам будет главным. У Авраама есть только маленькая проблема. Он один. Тут с женой Сарой, двое. Это, чтобы унаследовать Святую Землю, значит, он очень-очень далек. То есть унаследование Святой Земли для Авраама, это, как говорится, это идеал последних поколений. То есть первая и самая простая причина. У него нет потомства. Никого, даже сына. Второе. Второе написано прямой. Бог говорит, что грех имурейца еще не переподнился. Поэтому Бог их оставляет. Святой Земли не выгоняет. Имурейцы – это коллективное название семи народов. И поэтому Авраам опасается, что все вот это вот президентство Святой Землей, оно будет более такое вот ритуальное, репрезентативное, чем на самом деле. Авраам хочет, чтобы действительно, реально у него был физический народ, который из него произошел. И поэтому Авраам отказывается, да, он говорит, царю с дома мне ничего. Обычно мы комментируем это, как что Авраам отказывается брать какое-то имущество, там, от сера с дома, потому что оно испорчено, греховные люди, бог их скоро уничтожат. Все это верно. Одновременно мудрецы понимают более глубоко эту фразу. Мне ничего. Авраам говорит, я не буду вашим президентом. У меня нет пока народа. Я один пока что. Поэтому Авраам отказывается и переносит вот этот вот идеал, что тебе и твоему потомству дам эту землю на уровень потомства. Потом. Не сейчас. Авраам уходит в Египет. Потом возвращается. Он ожидает опять-таки, чтобы из него вышел физический народ. И поэтому Авраам по-своему понимает волю Всевышнего. Он с ней, конечно, согласен, но он опять-таки опасается. Представьте, что Авраам принимает это предложение. Становится главой Святой Земли. Президентом буквально. Главой. Командиром. Допустим, у него даже рождаются потомки. На кем они будут жениться. Он живет в тотальном окружении семи кранецких народов, которые, мягко говоря, аморальны. Это очень мягко говоря. То есть вот это влияние, оно сведет на нет всего президентства. То есть эти вот все его потомки, которые там дети президента, они будут, как эти семи кранецких народов. Это не то, что хочет Авраам. Это не то, что хочет Всевышний. Поэтому Авраам сам, как ни странно, откладывает это наследование Святой Земли. Поэтому теперь рассмотрим то, что Бог говорит тогда Аврааму. «Если так, и сказал Бог Аврааму, знай, что пришельцам будет потом страта ее в земле, не их, в Египте. И их возведут в рабство и будут их мучать 400 лет». Это значит, Бог ему, так сказать, предсказывает, сообщает. Это в скобках, как Авраам узнал, что будут исходы из Египта, будет Песах, там пек и кушал мацу и так далее. Теперь понятно нам из текста Торы, что 400 лет – это не наказание? Бог говорит ему, как будет развиваться история. Бог управляет своим миром, посредством приказов, посредством божественной логики, которую мы не всегда знаем, не всегда понимаем. Поэтому Бог сообщает Аврааму, как пророку, что евреи будут жить в чужой земле 400 лет. То, что там добавляется через запятую «их сделают рабами, будут мучать» – это не приказ Всевышнего. Из текста Торы это четко видно – это злодейство египтян. Медраж говорит это напрямую, что египтяне превысили меру, которую им позволил Всевышний, и сами стали от себя мучать евреев, порабощать. То есть, по божественному плану, евреи должны были жить в Египте, вырасти народом в чужой земле, пришельцы. Поэтому нужно быть чувствительным к меньшинствам, пришельствам и так далее. Мы видим, что вот этот факт, что евреи были пришельцы в Египте, он как мотивация повторяется десятки, по-моему, 37 раз в Торе. Значит, помни, что ты был пришельцем в Египетское, поэтому так-то, так-то, так-то и так-то. То есть, у этого есть масса практических консеквенсов, выводов. Считаться с меньшинствами, считаться со слабыми, считаться социально незащищенными славами населения, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Мы говорим это в Кедуши регулярно. Одна из причин субботы вообще, главная евреевская праздника, и Кедуши, разных церемоний. И Кедуши, если посмотрите вообще на все праздники, Египет и исходы из Египта, ни больше, ни меньше. То есть, эта вот травма, которую евреи пережили, она должна была и есть, чему-то научить более гуманно относиться к миру, к себе и к другим людям. Хорошо. Значит, поэтому, если так, мы видим уже, что уход в Египет – это некий исторический процесс, это некая эволюция, это не наказание абсолютное. Где здесь какие-то грехи? Не случайно мудрецы пытаются понять, где же там Авраам согрешил, в районе вот этого вот завета между рассеченными животными, когда Бог ему сообщает по 400 лет. И ничего не находят наши мудрецы. То есть, им трудно на что-то конкретно указать, потому что этого нет. То есть, это попытка мудрецов, да, значит, как-то вот все-таки связать, но она не обеспечивается какими-то логическими, довыми доказательствами. Поэтому мы видим, значит, что наша попытка связать все с какими-то грехами, ну, она, мягко говоря, проблематична. Поэтому посмотрим дальше. Мы говорим, что Бог проявляет себя в истории. Был такой один интересный реформистский раввин Абахилель Сильвер в Америке, в 40-е годы. Значит, он даже написал целую книгу, например, на русский, оригинал на английском, конечно, значит, называется, там как-то три слова «Бог», «Человек», «История», что-то такое. Там он пишет знаменитую мысль, что Бог проявляет себя в истории. Мы видим в истории руку Бога. Это очень хорошая и важная мысль. Равкок формулирует немножко по-другому. Знаменитая, значит, фраза в книге «Урод светильники», что когда мировые державы толкаются и воюют, он пишет про Первую мировую войну, евреи, значит, ожидают и ищут приход Мессии. То есть это вот окончание войны, восстановление всемирной справедливости. Тем не менее, опять-таки, значит, мы видим, что история, она история войн, мира, ошибок и продвижения человечества вперед. И поэтому не всегда войны, страдания – это какое-то наказание. Более того, даже опять-таки представьте себе, значит, египетское рабство. Опять-таки, наша главная ошибка, что мы судим прошлое в очках нашего сегодняшнего настоящего. То есть мы смотрим с уровня нашего морального понимания, с наших стандартов жизни, с наших гуманистических идеалов. Мы оцениваем тысячи лет назад, когда это было абсолютно непонятно. Ситуация при кратой с рабой господин была абсолютно нормальна для большинства человечества, большинства мировой истории. Еще в 17 веке в Англии основа демократии беглых рабов казнили. Тора говорит задолго до 17 века в Англии, «Не выдавай беглого раба его хозяину». Будет сидеть с тобой, чтобы было хорошо ему. Книги дворим. То есть мы видим, что Тора мягко так намекает, что рабство – это не самая хорошая штука в жизни. В Торе есть законы, которые регулируют эту ситуацию, но, несомненно, лучше без рабства. И поэтому, опять-таки, представьте себе слабый народ, который живет в чужой стране. Это одно из первых вещей, которые сделали люди там. Поработили их. Почему? Потому что они слабые, а мы сильные. Power of a gun. То есть право сильного. То есть эта вещь, опять-таки, сегодня человечество пытается от этого отказаться, не всегда получается. Но это то, что было все время. И поэтому, опять-таки, когда народ живет на своей территории, на своей стране, он может себя защищать. Защищена другая ситуация, чем когда народ в меньшинстве. Посмотрите на любые меньшинства. Даже сегодня. Как тяжело быть меньшинству. Посмотрите даже простой, да, значит, известный эксперимент. Все сидят в зале, все встают. Человек, который не хочет вставать или там аплодирует. Ты меньшинство. Есть так называемое социальное давление, когда на тебя давят. Все делают что-то то же самое. Знаете, знаменитая фотография, тридцатые годы в черно-белой Германии, значит, все там, значит, докеры салютуют. Это вот, значит, ископриветствует. Есть один, который сложил руки на груди. Это очень известная фотография. Это был немец, у него была жена еврейка. Не важно. Представьте себе, какого было человеку одному, когда он явно противляет себя всем. Это очень тяжело. Потому что быть меньшинством, любым, даже в зале, когда все встают, а ты хочешь сидеть, это очень тяжело. Я был даже на футбольном матче в Москве, сто тысяч человек, когда все встают. Я хотел сидеть, моя команда пропустила. Ты не можешь сидеть. Все встают. Все встают и радуются. Поэтому, опять-таки, быть меньшинством, нужно понимать, что это быть меньшинством, и не сдаваться на волю большинства. Окей, но не про это сейчас речь. Тем не менее, значит, возвращаемся, к нашей идее. Опять-таки, то, что евреи ушли на 210 лет в Египет, это был нормальный исторический процесс, запланированный Всевышним. То, что мы называем галут, изгнание, жить не на своей родине. Рабство, и уж тем более насилие над рабами, это уже свободный выбор египтян. Это уже их злодейство. И поэтому, опять-таки, из того, что мы видим, то есть, вся история евреев, которая пошла, она упирается в конечном итоге в выбор Авраама, который отказался стать президентом Святой Земли, стать главой, унаследовать Святую Землю сразу и сейчас, даже без детей. Он и Сара, все, больше никого. То есть, его выбор, еще раз, мы не осуждаем Авраама, мы просто пытаемся понять. То есть, то, что евреи попали именно вот в Египет и попали в рабство, эта штука, относительно логично для того времени, это следствие выбора Авраама. Это никакое не наказание. Поэтому, скажу вам сразу, опять-таки, концепт, что люди страдают от наказаниям за грехи, это классический христианский концепт. Скажем так, даже более католический. Поэтому, Рамбан Нахманит, который вот, тоже немножко поделился этого мнения, он жил в католической Испании. Он знал эти взгляды, пусть не за всем соглашался. Да, поэтому, опять-таки, иудаизм утверждает что-то совершенно другое, что жизнь очень часто идет по непонятным нам законам. И это не наказание, и уж точно не за грехи. И поэтому, опять-таки, есть понятие, что Бог, который раскрывает себя в истории, так должно было быть. Это был божественный приказ, который Бог рассказал Авраму, евреи-то знали в устной традиции. Так должна была развиваться история. То, что египтяне поработили и мучили евреев, это же было и злодейство, за это не получили наказание. Тем не менее, опять-таки, не всегда то, что происходит, включая войны и страдания, это какой-то грех и какое-то наказание. Поэтому, теперь, из, так сказать, пискаски, посмотрим сказку. К чему всему это ведем, да? Значит, опять-таки, обратите внимание, что те вот голоса, которые были в начале войны, вот, то, что происходит в Украине, это потому, что при Бурдане в Мельницком, 300-400 лет назад, вы обратили внимание, что сейчас эти голоса утихли? Почти-почти нет. А почему? Очень просто. Потому что все эти лжепророки нагорели чепуху и все их прогнозы не сбылись. То есть, это люди, которые говорили глупости собственного сердца. Да, то есть, не сбылось. То есть, украинцы плохие, русские хорошие. Мы видели, как хорошие русские, что натворили преступления против человечества. Ужасные вещи, которые мы не видели со временем Второй мировой войны. И поэтому, опять-таки, когда мы говорим про божественное наказание, как наказание может прийти 400 лет спустя, или там возьмем, не знаю, Петлюры, огромный Петлюры 100 лет назад. Как наказание может прийти 400 или 100 лет спустя абсолютно других людей? Где здесь справедливость? Абсолютно никакой справедливости. Да? Хорошо. Почему? Рассмотрим другой вопрос. Почему Бог решил, по мнению этих лжепророков, наказать Украину, а Германию забыл? Вот как эти все лжепророки объяснят мне процветание Германии? Я живу в Германии. Я живу в Германии. Германия материально процветает. Да? Устроила две мировые войны, катастрофу евреям, убила миллионы поляков, украинцев, русских, французов, кого угодно. И где здесь справедливость? Где вот это вот то, что нам эти все пророки обещают? Понимаете? Поэтому, опять-таки, к сожалению, придется признать, что то, что происходит сегодня, сегодняшняя война, опять-таки, это, к сожалению, в кавычках нормальная часть истории, когда сильный пытается убить слабого. И вот это, вот это то, что нужно преодолеть. Это то, чем человечество занимается все столетия, тысячелетия. То, что сила или слабость, это не повод к войне. Что, опять-таки, и уж несомненно, несомненно, из факта, что где-то идет война, это абсолютно не говорит, что одна из сторон где-то согрешила, и поэтому есть некое коллективное наказание. Опять-таки, проблема коллективного наказания, она чрезвычайно сильная проблема, потому что, опять-таки, в коллективном наказании есть элемент справедливости, ведь мы утверждаем, что Бог абсолютно справедливость, верно? Поэтому, опять-таки, приходится признать, опять-таки, что так же, как уход евреев в Египет, изгнание, и даже рабство в какой-то степени, это было, в кавычках, нормальное поведение, которое мы, конечно, осуждаем, это абсолютно аморальное, ненормальное, тем не менее, тогда считалось это нормальным поведением для Древнего мира, и сегодня мы видим, полно людей, говорят, да, да, страна объявляет войну другой стране, это вроде как ничего, да, терпимо, нормально, да, то есть, опять-таки, поэтому, еще раз, иудаизм ищет абсолютно ключ происходящего не в грехах и не в наказании, это слишком черно-белая картина мира, мир гораздо более сложный, в котором мы живем, поэтому мы видим на примере египетского рабства, да, значит, и истории евреев в Египте, что даже, хотя еврейские мудрецы, раввины, вроде как, задумались, а может быть, все-таки евреи там, что-то были и согрешили, ответ нет, ответ нет, это была часть эволюции, часть истории, через которую нужно пройти, поэтому, к сожалению, украинцам, в Украине нужно пройти через сегодня то, что люди проходят, да, это вот взросление нации, так же, как и евреи во взрослении в Египте, эта травма осталась у нас на всю жизнь с многими выводами, так и эта травма сегодня, она и консолидирует народ, и она учит людей, и не только в Украине, во всем мире, очень-очень многим фактам, которые люди забыли. У меня, если коротко, все на сегодня, то есть я планировал, у нас была проблема с зумом, я планировал, не думал, что нам повезет наш корпоративный получить, а приватный зум, работаем 30-40 минут, если есть вопросы по сегодня. А вот этот подход, скажем так, социологический, о том, что это не вина, а это просто, по сути, необходимый способ сплотить народ, придать его вот таким вот испытаниям. Он имеет право на существование? Есть где-то мудрецов израильских высказан? Спасибо. Опять-таки, Иор, смотрите, мы очень часто, в аудеизме есть два важных понятия, изначальное и постфактум. Мы должны их не путать. То, что происходит в следствии войны, народ сплачивается, но это постфактум. То есть, да, теперь, это, скажем так, это не самый идеальный способ объединиться и сплотиться. Мы предпочли бы более лучший. Идеальный способ объединиться, сплотиться вокруг общих идей, общих ценностей. Как написано, как еврей, Сталегир и Синай, написано в единственном числе Баихан Шам Исраиль и припараковался там Израиль. Да, то есть, вокруг общей ценности хотели получить то. Это самая идеальная возможность, да, то есть, изначальная. Конечно, в любой стране, опять-таки, существует момент, когда тебя атакуют, против тебя дают войну, люди объединяются. Если ты в Израиле, если ты в Украине, это совершенно справедливо, но, опять-таки, нужно понимать, что это постфактум. Это не то, к чему мы стремимся. Мудрецы Израиля, они не рекомендовали и не затевали никаких войн, чтобы объединиться и сплотиться. Это не, это очень остробоюдный меч, очень проблематичное лекарство, скажем так, для многих болезней. И поэтому, опять-таки, на сегодняшний день мы говорили в Дышковице еще до войны, что я говорил, что мне уже тогда это было заметно из моего прекрасного далека, что Украина по многим параметрам стала Израилем. Я это повторяю, я это отловил абсолютно случайно, абсолютно вне политического контекста. И поэтому, опять-таки, нам легко говорить, когда мы сидим, у нас тихо, спокойно, есть свет интернета, люди, когда без всего и воюют, это гораздо более тяжело. Тем не менее, опять-таки, мы говорим, что ребенок новый рождается в крови, в собственной крови, в крови матери. Это очень тяжелый процесс рождения ребенка, это очень болезненный процесс для ребенка и для матери. Мы сегодня привыкли, что роды, это так вот просто и хорошо, но знаете, что до начала 20 века масса родов заканчивалась смертными случаями, как ребенка, так и роженец. То есть, мы знаем статистику, сколько те рождалось, сколько выживало. И поэтому, не случайно, у нас сегодня такой рост населения, это потому, что медицина улучшилась. Почти все рожденные дети сегодня выживают. Если не дай Бог, что-то происходит, на Западе, в любой больнице создают комиссию, как такое может быть, что ребенок, тем более, не дай Бог, его мать. Поэтому роды, это очень-очень тяжелый процесс. Мудрецы наши, еврейские, сравнивают исходы из Египта с некими родами. Родился еврейский народ. Они там проходят через воды, знаете, как воды околоплодные, много-много таких комментариев в параллеле. Это верно. И поэтому, к сожалению, придется признать, что и войны самые разные, они тоже так вот рождают новые коллективы. Это то, что происходит. Это возможно, или судя по всему, происходит сейчас на Украине. То есть, это опять-таки, еще раз, это много крови, это много боли, но тем не менее, мы надеемся, что этот процесс как-то придет в итоге к лучшему. Значит, это, как вы сказали, консолидирует нацию, и люди будут как раз в свете того, что происходит, более ценить жизнь и более ценить человеческие ценности. И поэтому, еще раз, моя центральная идея, это опять-таки, опровергнуть этот миф католической, христианской, что все, что происходит к нам, это наказание за грехи. Это абсолютно квадратный, черно-белый взгляд на жизнь, которому нет места в мире. На следующем уроке, который хочу сделать, я хочу рассмотреть, еще один тяжелый вопрос, да, значит, как вот продвинутая нация может опуститься до самых низин морали. И мы поговорим на примере, опять-таки, древнего Египта, как египтяне, такая продвинутая нация, в которой по сей день мы видим памятники их цивилизации, как они умудрились дойти до того, чтобы придать младенцев в мире. И, естественно, опять-таки, это вот консеквенция вывода на сегодняшние дни. Поэтому с Божьей помощью встретимся тоже в воскресенье через неделю вечером. Вам спасибо за внимание всем. Спасибо, Равзиев. Доброго вечера всем. До свидания.